Агентство Чрезвычайных Новостей Агентство Чрезвычайных Новостей Агентство Чрезвычайных Новостей Настоящие фирменные аляски и бомберы. Милитари и кэжуал. Модная брутальная одежда в магазине альфа74.com. Зимой будет тепло. ТРК Фиеста. ТК Курчатов на Ленина 86. Трех чебаркульцев обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней. По версии следствия, они собирались сбросить ее с балкона, если та откажет им в интимной связи. Как девочка-подросток оказалась в мужской компании, знает Артем Самсонов. Здравствуйте, Артем, вам слово. Спасибо, Андрей. Инцидент случился в одной из многоэтажек Чебаркуля. По предварительной версии, девушка месяц вела переписку с одним из парней в социальной сети, а потом согласилась с ним встретиться. Парень позвал ее в гости. Она пришла в квартиру, где находилось трое пьяных молодых людей. Они запугали несовершеннолетнюю, пригрозив выбросить ее с балкона 10 этажа. В итоге пьяные мужчины изнасиловали ее. Крики жертвы услышали соседи и вызвали полицию. Всю компанию задержали. В настоящее время подозреваемые, задержанные по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, решается вопрос об избрании и меры пресечения в виде нахождения под стражей. Сейчас следователи выясняют все детали преступления. На парней заведено уголовное дело. Двоим из них по 20 лет, а их старшему товарищу 35. Расследование продолжается. Артем Самсонов, Владимир Котегов, 31 канал. Шокирующий случай в Троицке. Пьяный мужчина порезал жену, а потом поджег собственный дом. В горящей избе погиб годовалый малыш, а обезумевший глава семейства свел счеты с жизнью. На участке у соседей. Подробности в репортаже. Эти кадры очевидцы сделали сразу после трагедии. Из окна частного дома еще идет дым. Сотрудники МЧС проводят проливку, чтобы здание вновь не вспыхнуло. Чтобы потушить пламя, у избы пришлось выбивать окна. Внутри нашли мертвым годовалого ребенка. По предварительной версии, он погиб, отравившись продуктами горения. Его мать в больнице. То, что это был поджог, пожарные определили сразу. А вот виновник, глава семейства. Он свел счеты с жизнью на заднем дворе. Что толкнуло мужчину на такой безумный поступок, сейчас пытаются понять следователи. Ну надо же такое сотворить. Так они хорошо летом жили. Вот он вечно с ребятишками. Вынесет стульчик, жара была же. Вынесет стульчик, сидит от Яша на велосипеде, а Мишенька на руках. Всегда утром идет в магазин, несет молоко, хлеб. По предварительной версии, пьяный мужчина устроил скандал с женой, когда их 15-летняя дочь ушла в школу. Мужчина нанес супруге несколько ножевых ранений, а потом выгнал из дома вместе с 4-летним приемным сыном. А кровавленную женщину увидели соседи. Они вызвали скорую и полицию. Тем временем глава семьи заперся в доме с годовалым малышом и устроил пожар в комнате, где спал ребенок. Еще хочу сказать несколько слов о нашей милиции, как она работает. Мы позвонили в милицию, время было 35 минут 8. А приехала она на происшествие в 9-м часу. Я слезно просила в телефон дежурного приехать побыстрее, потому что боимся, что он убьет ребенка. Известно, безумец летом вышел из колонии, где отбыл 8 лет за наркотики и узнал, что жена родила от другого. Пытался смириться с этим, но, видимо, не смог и решился на убийство малыша. После того, как все осознал, сам свел счет с жизнью. Ну, сегодня ко мне утром зашел сосед, спросил утюг. Вышел я, вышел через 20 минут где-то. Он на моем утюге висит вот здесь. Сейчас заведено уголовное дело. Женщина в реанимации ее состояние врачи оценивают как средней тяжести. Бойцовские псы, как орудие для победы в хозяйственном споре. Руководство кондитерской фабрики в Кременкуле подозревает, что ротвиллеров могли выпустить специально, чтобы отомстить сотрудникам предприятия. Артем Самсонов расскажет подробнее. Я цитирую дословно. Собаки на вашу фабрику попали не случайно. Инцидент с ротвиллерами может быть местью. Подозревают, что выпустить агрессивных псов на рабочих могли по команде владельцев одной из компаний. Якобы фирма арендовала землю у кондитерской фабрики. А потом в аренде им отказали. Возможно, это и стало причиной атаки бойцовых собак на сотрудников кондитерского предприятия. За это время пока вот эти несколько месяцев, которые находится эта стройплощадка, сторож подкормил собак. Это кадры с камеры наблюдения дома, где живут собаки. К воротам подъезжает грузовик. Ротвиллеры, виляя хвостами, встречают людей, а потом убегают с территории частного дома. Что было дальше, показывали по всей стране. Сначала они покусали Альфреда Сулейманова, который шел домой. А потом напали на сотрудника кондитерской фабрики у главного входа в предприятие. Камера фиксирует, как озлобленных псов отгоняют огнетушителем. Это не помогает. В итоге животных удалось отогнать только с помощью грузовика. 48-летнего сотрудника фабрики передали медикам. В 5 утра был доставлен первый пациент с укушенными ранами предплечья и правой воли. В второй был пациент доставлен через полтора часа. Состояние было тяжелое, поэтому он взят был в операционную. Сейчас Александр по-прежнему на больничной койке. Врачи делают все, чтобы поставить его на ноги. Но его состояние ухудшается. 11 числа была проведена операция, потому что загноение пошло и на ногах, и на руках. Снова чистили. И поэтому пока о чем-то хорошем говорить вам. Пообщаться с владельцами псов так и не удалось. Ротвейлеры, которые покусали двух человек, сейчас находятся в вольере. В областном суде рассмотрят дело отца и его взрослого сына, обвиняемых в жестоком убийстве. Безумные родственники заживо сожгли своего собутыльника в багажнике автомашины. Горящий ваз они бросили на трассе Варламова-Кундровы. Напомним, полыхающее авто увидели проезжающие водители. На место вызвали огнеборцев. Когда пожарные потушили пламя, нашли в багажнике обугленное тело местного жителя. Позже стало известно, что все началось в селе Попова. 44-летний мужчина выпивал с 57-летним знакомым и его 21-летним сыном. Во время пьяной ссоры разъяренные родственники избили неприятеля. Затолкали в багажник шестерки, вывезли на трассу и подожгли. Теперь родственников обвиняют в угоне, похищении человека, в убийстве группы элит с особой жестокостью и уничтожении чужого имущества. В пожарной электроподстанции ТЦ-1 на крыше административного здания загорелся кровельный материал. Как горит битум, очевидцы сняли на камеру. Языки пламени и черные клубы дыма поднимаются с крыши одного из строений на территории теплоэлектроцентрали. По данным спасателей, в административном корпусе проводились кровельные работы, в момент которых загорелся битум. Рабочие потушили огонь самостоятельно. Пострадавших в пожаре нет. Пожар в частном секторе тракторозаводского района. Загорелась баня в одном из дворов переулка Нарвский. Огонь в любой момент мог перекинуться на ближайшие строения. Пожарных вызвали жильцы соседней многоэтажки. Тушат с машины. Там пьется, конечно. Два экипажа МЧС прибыли на место и быстро потушили пламя. Как сообщили в МЧС, по предварительной версии, строение вспыхнуло. Из-за перегрева печи пострадавших нет, ущерб отсчитывается. Прокуратура провела проверку по факту оскорбления полицейского при исполнении. Мужчина унизил участкового из Зуйского района. Причем главной уликой в материалах дела стала запись с камеры мобильного телефона очевидцев. Вот это видео. Путевочка-то. Давай посмотрим. Леш, я тебе говорю, Серега Весняков придет. Я с тобой разговариваю. Я с тобой разговариваю. Все, пока. Ты же у нас не охотник. Так недружелюбно встретили стражей правопорядка эти охотники. Полицейские хотели проверить у мужчин документы на право вести отстрел диких животных. Но те, по всей видимости, в состоянии алкогольного опьянения не принимают людей в погонах всерьез и пытаются прогнать. За дорогу уехали. За дорогу уехали. Позже разгоряченные селяне стали угрожать служителям закона, а потом и вовсе приказывать. Это я их сюда не пускаю. Сейчас наступлю. На пыту за дорогу убрали. Сотрудник полиции не доложил руководству об этом инциденте. Прокуроры узнали об этом, увидев кадры очевидцев в интернете. И сразу начали проверку. Сейчас на предполагаемого виновника уже завели уголовное дело. Теперь ему грозит солидный штраф или год исправительных работ. Мужчина, застреливший четверых человек в селе Мяское, вновь под следствием. Областная прокуратура отменила решение Следственного комитета о прекращении уголовного дела в отношении 30-летнего Александра Григорьева. Прокуроры установили, что следствие было проведено не полностью и вернули дело на доследование. Напомним, в ночь на 2 января в дом, где проживала семья Григорьевых, ворвались четверо мужчин и одна девушка, которые якобы были под алкоголем и наркотиками. По версии следствия компании, без объяснения причины стала избивать Александра, его жену и брата на глазах их малолетней дочери. Чтобы защитить семью, Григорьев достал из сейфа охотничье ружье и открыл огонь. В ходе кровавого инцидента Григорьев застрелил троих мужчин и женщину. Еще один нападавший остался жив, но получил ранение в плечо. После стрелка отправили в СИЗО, но через несколько дней выпустили под подписку о невыезде. 2 сентября уголовное дело прекратили, признав действие Григорьева, необходимой самообороной. Однако прокуратура выявила недочеты в работе сыщиков. Это противоречие между показаниями обвиняемого изудмедэксперта и отсутствие оценки показаний важной свидетельницы по делу. Результаты доследования станут известны к 12 ноября. В Чурилово неизвестные обстреляли окна квартир. Местные жители написали уже два заявления в полицию. Люди рассказали, по стеклам стреляли ночью. На улице Трашутина пострадали окна домов на шестых и восьмых этажах. Похожий случай произошел на улице Зальцмана. Хозяин одной из квартир рассказал, что обнаружил три пулевых отверстия в своем стекле. В отдел полиции «Трактор Заводский» от граждан, проживающих в микрорайоне Чурилова, поступили сообщения о повреждении стекол в оконных проемах их квартир. Заявления зарегистрированы в установленном законном порядке. В настоящее время по ним проводится проверка. Кстати, недавно в Парковом неизвестные выстрелили в окно одной из квартир. Пуля пробила два стеклопакета и оставила царапины на третьем. Перепуганная хозяйка жилья выложила эти фото в соцсети. Есть версия, что хулиганы стреляют по голубям из пневматики, но, видимо, меткость их подводит. Сейчас стрелков ищут полицейские. Бродяга с открытой формой туберкулеза поселился в подъезде копейской многоэтажки. Жильцы дома 27А по проспекту Славы боятся подхватить заразу, ведь с больным мужчиной им постоянно приходится встречаться на лестнице. Подробности в сюжете Елены Абросимовой. Он, значит, стелит или картонки, там бумагу и сидит вот на этих ступеньках. Люди мимо него проходят. Вот запах, пожалуйста, уже моча от него, гонь такая невозможная. Зинаида Кащеева возмущена опасным соседством с мужчиной, который болен заразной формой туберкулеза. После развода с женой он бродяжничает, а ночует в этом подъезде под дверью у бывшей супруги. Месяц назад мужчину определили в больницу на лечение, но он сбежал и вернулся на прежнее место. Но самого виновника переполоха на месте не оказалось. Жильцы дома рассказали, что днем он ходит по мусоркам, а иногда просит милостыню в местном продуктовом магазине. Таким образом, не подозревая о серьезном заболевании бродяги, здоровые люди ежедневно подвергают себя опасности заражения. Кстати, сотрудники больницы, в которой лечился мужчина, а после сбежал, сейчас ведут его розыск. Как дальше жить с заразным бродягой в одном подъезде, жильцы дома не знают. Согласно федеральному закону, больные открытой формой туберкулеза, уклоняющиеся от лечения, могут быть привлечены к административной ответственности. А если по их вине произойдет массовое заражение людей, то виновник может попасть за решетку на срок до одного года. А время чрезвычайных новостей продолжается. Не переключайтесь, самое интересное еще впереди. Возле трамвайного депо перевернулся грузовик. Две лады разбились на трассе, трое погибли, пять ранено. И безумцы прыгнули вниз с 25-этажного дома. И на поле боя, и в мирное время стояли уральские богатыри за правду, за силу русской земли, за счастье родного дома. И традиции богатырского качества сильны и по сей день. Уральский богатырь. Сила в качестве. Акция от компании Пластокно. Весь октябрь распродажа окон от производителя со скидкой 50% на изделие. Оплата после монтажа. С нами теплее. Братьев Кошириных 54. Телефон 258-77-55. Настоящие фирменные аляски и бомберы. Милитари и кэжуал. Модная брутальная одежда в магазине альфа74.com. Зимой будет тепло. ТРК «Фиеста». ТРК «Курчатов» на Ленина 86. Три вида семейных отношений. Родители. То есть, если бы мы встретились сегодня, то ничего бы не вышло? Честно говоря, нет. Молодожены. Они что, вообще перерывов не делают? А мы только что друзей встретили. В туалете. И друзья. Как же мы хотели, чтобы вы были вместе. О, нет. Нет, 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 нет. Мы не будем вместе. Они просто перепихнутся разок и заведут ребенка. Точно. Удачи, ребята. И посмотрим, чем все плачется. Дети секса не помеха. Сегодня на 31-м. На Свердловском проспекте перевернулся МАЗ, груженный грунтом. Водитель грузовика потерял управление. Это кадры с камеры видеорегистратора. По предварительной версии водитель резко затормозил перед пешеходным переходом. В результате машину повело вбок. Шофер потерял управление и ударившийся бордюр перевернулся. Девушка, которая в этот момент переходила проезжую часть, в панике бросилась бежать. Как сообщают в ГАИ, водитель не пострадал. Перевернувшийся МАЗ стал причиной пробки на этом участке трассы. А под Магнитогорском легковушка потеряла управление и перевернулась на загородной трассе. Очевидцы зафиксировали, как машину пытаются убрать с дороги. Сначала ее пробуют поставить на колеса, но трос обрывается и машина вновь падает. Чем все закончилось, осталось за кадром. А под Шаголом в ДТП пострадало три автомобиля. Разбиты бамперы и крылья машин. Причиной столкновения, вероятнее всего, стала скользкая дорога. Смертельный краш-тест под Южноуральском. Дорогу не поделили две отечественные легковушки. В результате страшного удара погибло три человека, еще пять ранено. Это жуткие кадры последствий аварии, обломки машин по разные стороны дороги. На место ЧП уже прибыли пожарные, медики и инспекторы ГАИ. Известно, столкнулись ВАЗ с десятой моделью и двенадцатой. Водитель двенашки, житель Магнитогорска. И два пассажира десятки, мужчина и женщина из Ростовской области. Скончались на месте. Еще пять человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести. На федеральной автомобильной дороге Челябинск-Троицк, 70-й километр. При неустановленных обстоятельствах столкнулись два автомобиля. ВАЗ-2110 и ВАЗ-2112. С места ДТП машины увезли на эвакуаторе. Не исключено, что шофер одной из машин просто не убедился в безопасности маневра во время обгона грузовика. В Ленинском районе грузовик, который перевозил строительную технику, снес теплотрассу. Машина не смогла проехать под трубами и буквально вырвала конструкцию. Потом все это упало на припаркованную рядом иномарку, а жильцы соседнего дома остались без отопления. Подробности в репортаже. Для хозяина этой иномарки утро началось с звонка в ГАИ. Труба теплоцентрали, упавшая на его опель, смяла крышу и разбила стекла. Сам владелец не уверен, что теперь на этой машине вообще можно будет ездить. Слышу грохот. Выхожу, смотрю, машина загудела. Выхожу, смотрю, какая ситуация. Машина с мяткой. Вообще, на первый взгляд, что не ремонт пригоден, я не знаю. По предварительной версии, грузовик перевозил экскаватор. Вот только ковш техники почему-то остался поднят. И когда машина проезжала под трубами на улице Шатару Ставелли, снесла часть теплоцентрали, которая проходила над дорогой. Удар был такой силой, что труба вылетела из опор. В результате аварии жильцы этого дома остались без отопления. Ждем аварийную бригаду. Как аварийная бригада приезжает, мы закрываем дом, чтобы вода не ушла. Как они сделают, запустят, но так мы включаем обратно. Кто виноват? Шофер грузовика, который не убедился в том, что здесь можно провозить такую технику? Или хозяин экскаватора, который оставил ковш поднятым? Будут выяснять сотрудники ГАИ. Виновнику, возможно, придется оплачивать разбитую иномарку и стоимость ремонта теплотрассы. Тем временем, аварийная бригада восстанавливает подачу тепла в жилой дом. На это потребуется минимум сутки. Артем Самсонов, Владислав Шишмаренков, 31 канал. Страшная авария с участием «Десятки» и «Камаза» на трассе М5. На повороте в поселок Витаминный «Лада» залетела под полуприцеп тяжеловоза. Фура протащила авто еще 15 метров по дороге. В легковушке находилось 3 человека. Не выжил никто. Это последствия ДТП. От машины почти ничего не осталось. Страшно представить, какой силы был удар. По предварительной версии, шофер ВАЗа не справился с управлением и врезался в тяжеловоз. Водитель и двое пассажиров скончались на месте. Спасатели с помощью 15-тонного крана приподняли часть полуприцепа «Камаза» и достали автомобиль с телами погибших. А потом извлекли их и передали судмедэкспертам. Инспекторы ГАИ задержали водителя маршрутного такси. Полицейские заподозрили, что он был пьян за рулем. Потому что аварийка стояла на остановке. А почему вы проходить медицинское следствие и отказались? Не знаю. Не знаете? Шофер – мигрант из Киргизии. Виноватым себя не считает. А от проверки алкотестером отказывается. Инспекторы ГАИ отстранили его от управления маршруткой. Теперь его могут лишить прав на полтора года и заставят заплатить штраф в 30 тысяч рублей. Инспекторы ГАИ задержали подозреваемого в угоне. По словам стражей правопорядка, старенький ВАЗ 6-й модели, злоумышленник похитил в одном из дворов по Комсомольскому проспекту. Обнаружить краденый автомобиль удалось в одном из пунктов приема металла. Куда везли? Я ничего не вез, еще ничего не знаю. Ехал домой вообще, в сервис обратно машину хотел отвезти. Этот 16-летний задержанный делает вид, что ничего не понимает. Но, как полагают инспекторы ГАИ, предприимчивый молодой человек, по всей видимости, хотел быстро продать машину, как металлолом. Было установлено и задержано лицо, похитившее данную автомашину. Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день он имеет две судимости за аналогичные преступления. В настоящий момент гражданин задержан доставлен в отдел полиции Курчатовский для проведения проверки. Теперь машина возвращена владельцу, а если вину подозреваемого докажут, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Не исключено, что он может быть причастен к серии угонов, а также иметь сообщников. Партнер выпуска Дельта Системы Безопасности. Открыли бизнес, купили квартиру, уезжаете из дома и боитесь за свое имущество. Только в октябре комплект сигнализации с установкой всего от 3000 рублей. Торопитесь, дешевле уже не будет. Первые 30 клиентов получат подарок. Защититься от грабителей легко и быстро. Дельта Системы Безопасности. Только этой осенью антикризисное предложение. Комплект сигнализации с установкой всего от 3000 рублей. Дешевле уже не будет. Первые 30 клиентов получат подарок. Просто зайдите на delta.ru и оставьте заявку на подключение. Подробности по телефону 222 1111. Полиция задержала предполагаемого грабителя. По предварительной версии, 21-летний парень напал на 32-летнюю женщину прямо в центре города. По информации полицейских, подозреваемый ударил даму по голове стеклянной бутылкой и попытался отобрать сумку. Женщина закричала. На просьбу о помощи откликнулся охранник из соседнего магазина. Секьюрити спугнул нападавшего. Последний скрылся в неизвестном направлении. Служители полиции отсмотрели кадры с камеры наблюдения недалеко от места преступления. И смогли установить, а потом задержать подозреваемого. Им оказался житель Копейска. По приметам был установлен подозреваемый в совершении краж чужого имущества в отношении которого следователем отдела полиции Центральной ранее была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему предъявили обвинение по статье «Расбой» мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. В Южноуральске ищут парня, который на глазах продавцов украл сотовый телефон. По данным полицейских, неизвестный ворвался в один из магазинов Южноуральска и украл сотовый телефон стоимостью более 32 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» этого подозреваемого сейчас ищут. Служители закона обещают 3 миллиона за помощь в поимке подозреваемого в серии «Убийств пенсионерок». Жертвами мужчины, по версии следствия, стали как минимум 30 женщин. Подозреваемый в последний раз был замечен в Казани. До этого предполагаемый преступник орудовал на территории Урала и Поволжья. Есть жертвы и в Челябинске. Впервые мужчина был замечен в 2011 году. По версии следователей, его жертвами становились дамы от 75 до 90 лет. Мужчина приходил к ним домой и представлялся сотрудником газовой службы или социальным работником. Входя в доверие, он набрасывал на шею старушек удавку. В качестве оружия использовал разные предметы. В одном из случаев жертва была задушена собственным поясом от халата. Подозреваемому от 25 до 35 лет. Рост 170-175 сантиметров. Среднее телосложение. Полиция ищет подозреваемого в особо тяжком преступлении. Как полагают следователи, этот мужчина может принимать участие в незаконном вооруженном формировании. 24-летний Оятулло Муродов, уроженец Таджикистана. Его подозревают в организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем. По информации ведомства, мужчина мог покинуть территорию Российской Федерации и скрываться в одной из стран Ближнего Востока. Человек труда остался без инструментов. Известного южноуральского ремесленника ограбили на полмиллиона рублей. У победителя конкурса «Славим человека труда» похитили больше сотни работ, а также инструменты. Преступление произошло в поселке Южный. Юрий Деняев обнаружил свой гараж вскрытым. Грабители вынесли все подчистую. Деревообрабатывающие оборудование, поделки и даже посуду. Украденные злоумышленники поместили в прицеп хозяина гаража и скрылись, оставшись незамеченными. Сейчас возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает подозреваемых. Свободное падение в три секунды. Челябинские экстремалы спрыгнули с крыши 20-этажного дома в микрорайоне «Академ Риверсайд». Трое молодых людей забрались на крышу долгостроя и шагнули в пропасть. Опасное развлечение. Очевидцы сняли на камеру мобильного телефона. Они попоротые на голову. Их что, двое, что ли? Трое? На кадрах видно, трое неизвестных балансируют на карнизе, а после прыгают вниз. Спустя мгновение любители адреналина раскрывают парашюты и благополучно приземляются за территорией стройки. Каким образом экстремалам удалось проникнуть на крышу дома, неизвестно. Ведь, по словам очевидцев, внизу находится будка охранника. Возможно, теперь этой видеозаписью заинтересуются сотрудники полиции. А в Копейске двое школьников прогулялись по крыше местного дома культуры. Опасное приключение. Они пошагово фиксировали на камеру, а затем выложили в сеть. На кадрах видно, как мальчики спускаются и поднимаются по покатой крыше. Затем один из них забирается на потрескавшуюся статую. Ради лайков в интернете подростки, не задумываясь, рискуют своей жизнью. Не исключено, что служителям закона станет интересна и эта запись. И школьников, как и их родителей, может ждать профилактическая беседа. Сразу после выпуска смотрите художественный фильм «Дети сексу не помеха». Это комедия о том, как двое друзей решают завести ребенка, но при этом не хотят жениться друг на друге. Не переключайтесь. А я с вами прощаюсь. И помните, сюжеты не придуманы. Таким этот мир мы делаем вместе с вами. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин